Прикрывающий Свою подлую деятельность Под маской Благотворительности Полностью Разоблачено Человекообразных Зверей Пали товарищи А. А. Жданов И. А. С. Щербаков Преступники признались Что они Воспользовавшись Болезнью товарища Жданова Умышленно скрыли Имеющийся У него инфаркт Меокарда Назначили Противопоказанный Этому тяжелому Заболеванию Режим И тем самым Умертвили Товарища Жданова Врачи А. Арина Михайловна Слыхали? Старая Куру Сама Синдоклад Делай И там Наш второй раз Оторят Чтобы не Смешно было Все жду Как по третьему Кругу Запоет Пойду Ее напрямую Сажать Надь Потирайте Люба Мне нужно С вами Поговорить Ага Чарин Михайловна Присаживайтесь Пожалуйста Ага Следует уйти От нас Сонечкой Международной Еврейской Буржуазной Националистической Организации Джоинт Чем же не угодила Ирина Михайловна Грязное лицо Этой шпионской Дело в том Может быть вы не знали Но Я ведь той же нацией Что эти врачи Отравители На какие неотравители Ирина Михайловна Тихо Люба Тихо Да вы не пойте мне Я не Кондакова Я знаете Сколько таких отравителей В лагере видела Ого-го Да погодите Вы не в этом дело Я сейчас говорю Про то Что вам Находиться с нами Небезопасно Ирина Михайловна Вы чего говорите Значит Не вам С моей уголовной рожей Что они Воспользовавшись Болезнью Мне с вами Да вы чего Ирина Михайловна Скрыли Имеющийся у него Инфаркт Меокарда Назначили Противопоказанный Этому тяжелому Заболеванию Репродуктором заделалась Ну что большое удобство Наша третью неделю молчит Товарища Жданова Ну пойду ее на стенку повешу Чтоб в задницу до точки Легче дотянуться было Люба умоляю Не бойтесь Репродуктором Не забью Галина Органами Государственной Безопасности Вставь Из тебя тля душонка Соплями вытечет Еще раз Нехороший взгляд И ты у меня вокруг Собственной жопы Будешь ползком ползать Подлаконченная Поняла Грабля старая А нас учишь Хорошие люди Детя и в могиле достанут Сообщение ТАСС За помощь, оказанную правительству В деле разоблачения Врачей и убийц Наградить врача Кремлевской больницы Тимошук Лидию Федосеевну Орденом Ленина 22 января 1953 года Предлагаю отправить Коллективное письмо В газету На имя Лидии Федосеевны Тимошук Кто за Единогласно Вот тут распишитесь Я слова прежде С начальством Натрясу Чтобы никакой Идеологической ошибки А при чем тут Национальность Важно что К человеку В руки попасть К человеку С большой буквы А национальность Тут ни при чем Вот когда меня Всего-то переломало Ты представляешь Как вагоны Сдавить могут У меня аж Ребра все треснули Когда меня привезли Я уже доходить стал И на мое счастье Эта Девочка доктор дежурила Так ты знаешь Она Ну просто билась Надо мной День и ночь Вытащила Слепила Почитая заново С того света Почитая вытащила Дай ей бог здоровья А ты говоришь Национальность Вот Слышали Ну что я и говорил Всем бдительность Усыпили Это они могут Одна женщина Все видела Одна только бдела Низкий ей поклон Вот так и жили бы Во власти Шпионских наймитов Они гады Все население страны Могли перевести Под корень Они не мы Они друг за друга горой Вот к примеру В театре Где я артистом служу Наш главный Тоже из их них Ты представляешь Он на роль Ленина Своего назначил Такого же как он Я так мечтал сыграть Владимира Ильича Посмотри на меня Я же просто его копия Доброе утро Ну что Сергеева Выглядите неплохо Думаю дней через пять Буду готовить вас К выписке Кто еще не хочет лечиться У шпионских наймитов А что ждать Пока перетравить И всех к чертям собачьим Ирина Михайловна Ирина Михайловна Все хорошо Дело Не в дутом либерализме Как ты говоришь А в профессиональной Этике Да бросься сиропить Какая там этика Вот дождешься Состряпают больные бумагу Зарядом подписей Да и пошлют куда следует И ты с твоей профессиональной Этикой знаешь где окажешься Да и не только ты Весь коллектив Пострадает из-за одной паршивой овцы Фамилия у нее типичная Внешность ярко выраженная Извини Дочка А дочь Ирина Папа Ирина Михайловна Вам же сказали Без права переписки И не ходить сюда Бесполезно Следующий Куда перевели? Куда назовите? Умоляю вас Вам же русским языком сказано Без права переписки Следующий Деточка Ты что же не знаешь Что такое Без права переписки Ира Ира Левее Левее Вот Правее уголок Ирина Михайловна Что пальто стырили Ирина Михайловна Ирина Михайловна Я в аптеку за успокоительным Вам сейчас без него никак нельзя Ирина Михайловна На два слова Федор Николаевич Что случилось? Да ничего не случилось Ирина Михайловна Вы не пугайтесь Вы не пугайтесь Вы пальто сегодня забыли Я принес То холода уже Спасибо Ещё Ирина Михайловна У меня тут Разговор к вам есть Некоторый Чёрт Я только Я не знаю С какого конца начать Вы может быть в дом зайдёте? Нет-нет-нет Только Ирина Михайловна Пожалуйста Чтобы О разговоре об этом Ни сват Ни брат Ни соседская курица Ладно Чтобы вас уж Долго на холоде Не держать Вы ведь у нас Не доработали По распределению год Кажется Да Так вот Ирина Михайловна Давайте-ка мы Сочиним Какое-нибудь Уважительное состояние здоровья И Тихо Мирно По собственному желанию Отпустим вас в Москву В столицу Из-за этой нашей тьмы Таракани Фёдор Николаевич Видите ли В Москву Мне сейчас ехать незачем На работу Меня никто не возьмёт Сами понимаете Нет Я конечно вам благодарна Что вы хотите избавить меня От скандала Я понимаю Персонаж с моей фамилией Вам сейчас крайне неудобен Ирина Михайловна Ну За что вы Так меня Ну что сделать Если времена такие Пришли понимаете ли Ввалились в кабинет Коллективное понимаете ли У них заявление Масельцова Какой-то бред несёт Каким-то вы там Пленам японцам Сочувствовали вслух А я что Положение обязывает Не пренебрегайте опасностью Ирина Михайловна Не пренебрегайте Я ведь по меньшей мере Уволить вас обязан Уволяйте Мне бежать некуда Ирина Михайловна Ирина Михайловна Вы подумайте о дочке Если что случится С ней-то что будет Её куда К малого стройконтору Пойдёте уборщицей Я попробую договориться Пойду Люба Люба послушайте Если со мной Что-нибудь случится Отвезёте Сонечку В Москву К моей тётке Адрес я напишу Угу Повезу я ребёнка Хрен знает кому Как-нибудь уж сама А не калечная А я почти Как у Сонечка Тогда была Махонькая Как та, Люба Когда нас раскулачили И в Сибирь погнали Я свою мать Смутно помню Как смазана Как на снимке старом Знаю только что Два брата моих Дорогой от голода Померли Мать видать Отчаялась А на станции Под всем Палатинском Катька Меня как раз Увидала Катька А это кто? Катька Это Катька Они со штыри в законе были Люди авторитетные Давай соскакивай Тут одна голызьба Нас кроссе вагоны Нас кулачены в годе Ну Давай, давай Петь Петь, Петь, погоди Там девчоночка На шо она тебе дура На шо, на шо Ты что, не понимаешь, идол? Меня аж после того выкидыш И доктор сказал Детей боли не будет Ну не будет и не будет Баба с лозой кобылей легче Да что, не шутки Баул? Она шарать будет А ты купи Штыри Купи мне девчоночку А не продаду Продаду Видишь, они с голодухи доходят Отваляли за меня мамке Буханку хлеба Мыл кусок И она меня продала Как продала? Да так А че ж где-то тебе Еще одну третью могилку Оставлять Так, какая-то надежда Вот так и была я Спасена И кончена Любка Любка Молодец Молодец Любка Штырь Меня многому научил Я и в форточки лазила И по вокзалам шныряла Тетенька Я потерялась Помогите мамку сыскать Тетенька Рот-то разявит А чемоданы За спиной уплывают Как в кино А главное В эти вот минуты Я себе представляла Что вдруг кто-то Одна из этих Красивых тетек Меня увидит И ахнет Доча Господи Неужели это ты Иногда даже думала А вот если бы я выросла В приличной семье Что б с меня стало Люба Какая маляя рака Целый день они искали Где у рака Шляпа Ну-ка Открой Чем Ты чего ребенка морочишь Пусть занимается Училка сказала Она головастая Головастая Ты давеча ключи потеряла Под дверью Как клуша с кошелками сидела Оп Оп Внимание Как там в кино поют Нет нам Преград Ни в море Ни на суше Научи Я тебе научу Арифметику напиши Шустро Пиши-пиши Цыгане в озере купались И поймали рака Целый день они искали Где у рака Шляпа Молодец, Люба А лет в 15 Когда штырька Андрашка хватила Я поняла Что дело на себя надо брать И мне подчинились Канава И чекушка И Катька с пыльным И котик У меня всегда Сразу в голове Весь план дела был Довольно, Константин Сильва Ну вы же не на работе Не на базе своей Продовольственной А что вы думаете На базе? У нас директор Очень любит Коньячку хлопнуть Да? Да Да не какого-нибудь Армянского Со звездочками Ого Армянских-то Денежек стоит Выходит Идти по миру Ваш начальничек Пока Не собирается Да наш директор Вас С потрохами Купит Да вы что? У него дома Знаете Музей Антиквариата И драгоценностей Кто там? Галина Дмитриевна Открывайте Я Даша Дочь Каменкина Исайя Львовича Главного бухгалтера А что случилось? Да неприятности Пожалуйста Откройте Это касается Игоря Павловича Откройте Пожалуйста Не могу здесь Кричать на площадке О господи Что стряслось Входите Входите Пожалуйста Меня папа прислал Ужас что творится Галина Дмитриевна На базе обыск Ваш муж Игорь Павлович Он просил передать вам Чтобы вы срочно Просто очень срочно Собрали все ценности И перепрятали Где-нибудь Я не знаю Может на даче Может в каком-то другом месте Но главное срочно Потому что милиция С минуты на минуту будет О господи Ну я тогда побежала Да потому что Чтобы меня тут не застукали А вы это Ну Духом не падайте И помните И главное Все ценности сохранить Все А теперь мы выполняем Просьбу Многочисленных Радиослушателей Дорогие друзья Звучит Ваша любимая Мелодия Кто там? Открывайте Милиция Гражданка Бирюлькина Бирюльна Точно Бирюльна Немедленно приступайте к обыску Есть Понятые Пройдите в комнату И вы Гражданка Бирюлькина Пройдите и сядьте Вон а как Ишь ты Прям пещера Али Бабы Награбили у народа Гады А ну заткнитесь Понятые Все здесь? Все Все А если еще поищем Да ласково Поспрашаем вас Гражданка Я клянусь вам Клянусь Это все Что у нас было Все Нехорошо А не ты У меня Всегда у главы Сразу есть план Дело был А у них что Грабануть Толкануть Нажраться До сей С лет на семь Из-за этих козлов Я и загремела Что ищешь? Ксю посеял? Да нет Билет на электричку Только Не помню Где я его выбросил То ли на перроне То ли Да на что он тебе Проезженный? Ты Чайкушка Совсем мозги пропил Или еще осталось? Давай ищи Или вспоминай Где бросил Нет Не на бане Я его выбросил Это точно Я же помню Когда В карман-то За отмычкой полез На него наткнулся Неужто Да наверное Укол двери Обронил нечаянно Стоять Ты куда это Падло собрался? Да я туда-сюда На минутку сбегаю Ча Прям к мусорам А что такое? Там людей По подъезду здесь Сколько шастает? Убить вас Убить вас Фраеров мало Меня за что? За то, что идиоты проклятые Да этот билет Он точнехонько Выведет Куда надо Вы думаете Мусора идиоты? Они-то как раз нет Любке Любке ни слова Зашибет всех Понятно? Так может пронесет еще Кость давай завяжем, а? Уедем Работать будем Как люди Дом у нас будет Красивый Я занавески Пошью Голубой Кость Да слушай ты мне Не спи Все-все-все У нас будет Как у людей Не могу я больше Кость Устал Не могу У нас уже скоро Не двое А трое будет Маленький у нас будет Кто там? Козидия Шухер легавая Любка Сваливай Люка Стоять, сука Дома Дома Да Дома Маленький у нас будет Стой, стой Стой, стой Больше ничего не помнила. Из лазарета меня уже пустую в лагерь перекинули. А Катька что, с ней она жива? Не, померла, пока я в лагерь была. Вы талантливый человек, Люба. Сильный. Ничего. Вот переживем, Бог даст этот бред. Переедем в Москву. Я вас в вечернюю школу устрою. А потом в медучилище. У меня там сокурсница работает. Ничего. Я из вас делаю человека. Медсестру. 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 Продолжение следует... Каждый днём наращивает землю своей работы. По заданию ей надо изготовить за смену, например, стоп. Она изготавливает их по 175 в весе. По полторы две нормы выполняет бригада смену и при изготовлении йоден, кастрюль и другим видом изделий. Сегодня в городском марте будет установлена доставка учёта лучших людей нашей школы. Среди других в такте посчёта разместят фотографии рабочих в наших роддомах и долучивших кандидатов. Феня, у меня ничего нет. А вы чего-то ожидаете, Раиса Фёдоровна? Ожидаю, да. Вызов должен прийти. Откуда вызов-то? Откуда надо. Это тайный секретный объект. Лишь-то строгости какие. И чего вы станете делать на секретном объекте этом? Ты не болтай. Лучше смотри. Пропустишь. Нету ничего. Нету. Странно. Здравствуйте, Раиса Фёдоровна. Вроде виделись с утра. Соедините меня, пожалуйста, с Москвой. Ждите. С Новым годом. Путин принесёт нам счастье. С Новым годом, сыщик-аспирант. С Новым годом, дорогие товарищи. Начинаем наш праздничный концерт. Путин принесёт меня, картина. С Новым годом, сыщик-аспирант. Как девчонка. Сережа, ты как отговорился дома? Я сказал, что поеду к тетке в Матище. Она такая болезная. На наше счастье. Ты не думай об этом, ладно? Эта ночь вся наша. Но нельзя же жить и брать. Знаешь, я так извелась за эти последние недели. Даже страшно подумать, что близко папу знает. Ведь он знаком с твоей женой. Потом папа, он уж такой старомодный, такой принципиальный в этих вопросах. Ириш, дороже тебя у меня никого нет. Слышишь? Ты просто дай мне время. Слышь? Все будет хорошо. Москва на проводе. Москва на проводе! Слышишь? Алло, Сергей? Ира? Здравствуй. Что случилось? На чем ты звонишь? Мне нужна твоя помощь. Дело в том, что меня уволили. И я собираюсь вернуться. В Москву. Ни в коем случае. Тебе нельзя возвращаться в Москву. Ты, как всегда, витаешь в облаках. Именно сейчас тебе надо отсидеться. Я слышала, ты теперь большой начальник. Ты ведь занял папина кресло, да? Интересно, как тебе это удалось? Ведь еще живо румянцев, колотов, фишер. Их всех уже нет. Ты же ничего не знаешь. Сидишь там в глуши. Алло. Ира. Алло. Ты куда-то пропала. Это ты пропал. Пропал окончательно. Впрочем, я другого и не ожидала. Ты не бойся. Мне от тебя ничего не надо. Здравствуйте. Я к Малову. Его нет. А когда он будет? Часа через два. А я могу подождать? Ждите. Только в коридоре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пришла зима. Ну, слава богу. Я думаю, куда уж вы делись? Кушать хотите? Нет, не хочу. Пришла зима. Люба, а я завтра на работу выхожу. Неужели вы установили? Нет, я не врачом надо работать. А кем? Уборщицей. Швабрышки, крябые, ты суки, кудлатые ноги, тряпки расстилать? Любочка, ну при чем тут Масельцова? Это совсем другая организация. Стройконтора. И здание другое. И потом у нас нет иного выхода, иначе нам просто не на что будет жить. Ты что, без тохла, если вас хоть тохли, где хоть раз ведром увидят? Вот и сдохни благополучно от голода. А я на что? Вот пойду застрел в эту вашу контору, не пойди все равно, вот там тряпка елозит по полу. Люба, ну... Все решено. Пришла зима. Колотун собачий. Поняла лица, хана ей. Пришла к заяцу проситься, мол, пусти меня к себе. А он говорит, как же я тебя, лиса, к себе пущу, когда вся Кевра про тебя знает, что ты марвичер какого поискать. А я, говорит, тебе, лиса, ксиву дам. Все честь по чести, никаких шахермахеров. А как весна, все, сразу отрываюсь. Ну, а зайчик? Зайчик? Как последний фраер поверил эти параши. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Фёдор Николаевич! Правительственное сообщение о болезни председателя Совета Министров СССР и секретаря Центрального Комитета КПСС, товарища Иосифа. Виссарионовича Сталина. Господи, что же будет? Центральный комитет... Масло, масло добавьте! И кто ж у кого в домработницах? Да перестаньте шуметь, дайте послушать, и так еле слышно! Починили называется. В такие минуты, когда решается судьба страны. Тяжёлой болезни товарища Сталина в ночь на 2 марта. У товарища Сталина... Радиоточку второй денежный выключает. Как сводку о здоровье передаёт, так все обмирают. ...произошло... ...свои сияния в мозг... Захватившая... Людмихам, вы всё молчите. Скажите, вы же доктор. Так... Неужели выживает? Не болтайте-ка, любовь Никитична. Здоровье товарища Сталина ухудшилось. Пятого марта, в 9 часов 50 минут вечера, перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической партии, Исмоленского народа Иосифа. Вадил, тише. Тише, Люба, тише. Нельзя так говорить, Люба, нехорошо так говорить. Нельзя так говорить, Люба. Нельзя так говорить. Нельзя так говорить. Подолк. Сдохла рябая собака. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, как горевать-то умеет. Ирина Михайловна, я думаю, многие так вот по стране сейчас воют. Многие, Люма. Многие. Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить указ о награждении орденом Ленина врача Димашу как неправильной в связи, выявившимися в настоящее время, действительными обстоятельствами. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. 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 Надо сделать контрольные снимки. Нет, это уму непостижимо. Она разгуливает по палатам, будто ничего и не произошло. А ничего и не произошло. Доктор Зальцман восстановлена в должности и приступила к работе. Нет, постой, Федя. Ты увиливаешь. Ты не приходишь ко мне уже две недели и не хочешь высказаться. В чем дело? Зинаида Николаевна, я полагаю, здесь не место. И мы когда-то уже договорились, что на работе. Да просто вилять. Мы здесь одни, и я тебя не отпущу, пока ты мне не скажешь, что произошло. Ты очень изменился после всей этой истории. А может быть, это Рыжая во всем виновата? Зина. Господи, даже не знаю, как я жила все это время без работы. Представляете ли вы, я как открыла дверь в санчасть, вдохнула этот запах лекарства и карболки. От папы всегда этим пахло, только родной запах. Даже чуть не расплакалась. Главное, все так радовались. Кроме Сельцевой, конечно, эта беглая из палаты в палату, как фурия, с переченьком не разговаривала. Смешно и противно. Но остальные тоже и глаза прячут. Знаете, в то же время чувствуется какое-то облегчение на лицах. Да, Люба, мне Перечникова обещала устроить Сонечку в Ясли и практически бесплатно. Представляете? Вы не думайте, я не согласилась. Вы хоть все у вас теперь хорошо, Арина Михайловна. Да, хорошо. Боюсь класть. Игорь Чарльинus Игорь Чарльин Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дело есть Что, отдохнула? Спасибо, доктор. Согрелась? Хорош болтать. Ты скажи, Канав, ты театр любишь? Театр? Театр, как люблю. Скоро пойдем, все вместе дружно собирайтесь, а потом, глядишь, и в Ленинград подадимся, а там и в столицу. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, девочки мои, каждая пределы. Ирина Михайловна, дайте денег, пойду погуляю. Субтитры сделал DimaTorzok Гуляйте, любовь Никитична. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все интересуюсь спросить, куда пропала бандитка-то ваша? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ирина Михайловна, ради бога, не ищите меня, не марайте себя этим гнусным знакомством. ПЕСНЯ Мне он в любви и верности уклялся навсегда. Где ваша домработница? Не знаю, а что случилось? Войти можно? Пожалуйста. Театр ограбила ваша Любка вместе со своей шайкой. Мало того, что всю буфетную выручку взяли, так еще набезобразничали гады в этой реквизитной и в костюмерной. Глумились. Над искусством глумились. Здрасте. Здрасте. Какой-то веки к нам в областной театр приехал. А в чем, собственно, состояло? Оглаушили сторожа. И на прощание бессознательного старичка обрядили в костюм спящей красавицы и в гроб хрустальный. Ну, реквизитный. Вот так и качался он на цепях до прибытия у пергруппы. Вот как вы рисковали-то, Ирина Михайловна. Страшно подумать, какой опасности вы подвергали себя и вашего ребенка. А я ведь вас предупреждал. До свидания. До свидания. Ну, ничего. Эта уголовница далеко от нас не уйдет. А я ведь тоже говорила. Предупреждала. Привели в дом Мурку. Она еще тут хозяйничала. Ирина Михайловна. СТОНЫ СТЕКЛА 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 Ну что дым у тебя? Да нет там ничего. СТЕКЛА 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 Она где-то в поезде, я уверен. Оцепление не снимать. Есть! Нет, Коль! Оцепление не снимать! Долго загорать-то будем, а? А бес его знает. Какого-то главаря банды ищет. Вроде из-под стражи сбежал. Вот ты мне скажи, Валентин, а чего человеку охота всю жизнь по норам сидеть? Точно зверь. Ну, лизнет он сейчас. Так ведь поймают. Как пить дать, поймают. Ой, не знаю, дядя Коля. А может и не поймают. У этих ведь своя романтика. Ты думаешь, что говоришь, Валентин? Романтика. Вонючие псы они вот кто. Бандиты. Они романтики. Пойду посмотрю ходовую. Давай. Пикнишь, убью. Видать, ускользнул? Нет, мои ребята везде расставлены. Уйти невозможно. Главное, всю банду взяли. Она одна осталась. Так он, главарь этот, баба. Не баба, а сатана в юбке. Вот она, красавица. Да. Надо же. Баба, главарь. Увидишь где, дай знать. Вот тебе и главарь. Люба. Сейчас поедем. Дядь Коль. А? Я отлучусь по нужде. За одну уголь посмотрю. Иди. Не узнала меня? Валек я. Ну аж и с Эндемидовым. Мы с тобой соседями были. Валек. Ну, видишь, как судьба отсвела. А я поначалу тоже тебя не признал. Ох, и маялся я тобой, Люба. А подступиться боялся. Ты ведь у нас грозой была всему поселку. Вижу и сейчас гроза. Какая же я гроза? Собака загнанная. Ты знаешь, а я как аттестат получил, я на фронт пошел. В добровольцев. Ну, после войны вернулся в поселок. Надеялся тебя встретить. А старуха Сидорина сказал, что ты в заключении. Валентин, ты куда же пропал? Заперлась только там. Иду, иду, дядь Коля, иду. Сейчас буртану еще в угле. Люба. Любонька. Люба. Через час станция. Крискунова. Запомни адрес. Улица. Улица Голованова, дом 3. Там тетка моя живет, слышишь? Тетка, Татьяна Васильевна, скажи ей, что невеста моя. Майя. Там тебя никто не найдет. Ну, кроме меня. Судебным следствием установлено, что Рюмин в период его работы начальником следственной части бывшего министерства государственной безопасности СССР стал на путь фальсификации следственных материалов, на основании которых были произведены необоснованные аресты ряда советских граждан, в том числе видных деятелей медицины. Как показали судей-свидетели, Рюмин, применяя запрещенный советским законом прием следствия, принуждал арестованных оговаривать себя в совершении тепчайших государственных преступлений. Учитывая особую опасность вредительской деятельности Рюмина, военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Рюмина к высшей мере наказания – расстрелу. Вот так и жизнь пролетает. Подумать только. Вы, Ирина Михайловна, словно только вчера к нам пришли. Не знаю. Мне напротив кажется, что я прожила тут сто лет. Спасибо вам огромное, Федор Николаевич. Я вашу душевность, вашу порядочность не забуду. Кому она сейчас нужна, эта порядочность? Федор Николаевич, дорогой, спасибо вам. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мама, как ты думаешь, в этом одеяле Любе не будет холодно? Да думаю, что не будет. Ну что, присядем на дорожку? Давай-ка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сонечка, давай попрощаемся с Раисой Федоровной. Мы уезжаем, Раиса Федоровна. До свидания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Попрощайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА До свидания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА До свидания, Сонечка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я, Петр Андреевич, не такая простушка, как кажуся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Здравствуйте, Ирина Талбовна. Здравствуйте. А вы меня не узнали. Федор Николаевич, милый вы мой. Это вам. Спасибо. Давно ждёте? Да нет. Пойдёмте. Пойдёмте. ПЕСНЯ Знаете, Ирина Михайловна, я утром видел Гагарина. Ну, на экране, конечно. Я до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Да. А вы, Ирина Михайловна, стали такая... Какая? Ну, совсем другая. Жизнь заставила. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Ну, Фёдор Николаевич, рассказывайте, как в Москве оказались? ПЕСНЯ Получил направление на курсы повышения квалификации. Ну, и сразу подумал, я обязательно должен Ирину Михайловну разыскать. А разыскивать-то особо не пришлось. Мне Ложкин из Минздрава говорит, что же не знаешь про Ирину Михайловну? Я говорю, откуда? Он говорит, Ирина Михайловна. Ирина Михайловна у нас теперь заведует терапевтическим отделением инфекционной. А я и не удивился. Я порадовался за вас. Я всегда говорил, что вы диагност от Бога. Спасибо. Ну, прошу к столу, Фёдор Николаевич. Спасибо. А можно я за вами поухаживаю? Пожалуйста. Ну, расскажите про себя, про город, про санчасть. Ну, городок наш что? Ну, разросся, конечно, за 7 лет и не узнаете. Санчасть укропнили, новое здание пристроили. Коек теперь хватает. Да, вот вы говорите, а мне всё это вспоминается таким чужим, далёким. Как будто и не прошло там три тяжелейшего года. А вы, Ирина Михайловна, не подозреваете даже, какую роль в моей жизни сыграли. Помните Масильцова, конечно. Вот мы с ней уже тогда расписаться должны были, а тут это ваша история в 53-м. Во как человек проявляется. Дело, конечно, прошлое, но теперь уже всё. Теперь я уже не решусь менять свою холостяцкую долю. Мам, ты дома? Дома, дома! Сонечка из школы вернулась. В каком она классе? В четвёртом. Сонечка, познакомься, это Фёдор Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты, конечно, его не помнишь. А вот Фёдор Николаевич знает тебя от рождения. В дни моей дежурции я приносил тебя в санчасть. Где же была Люба? Это было ещё до неё. Да, чуть не забыл. Дежур специально для повода увидеться. Вот пришла на адрес санчасти. Фёдор Николаевич. Милый, вы не представляете, что мне привезли. Дорогие Ирина Михайловна и Сонечка, Поздравляем вас с праздником 8 марта. Желаем здоровья, счастья и всего, что человеку положено. Помню вас и буду помнить до смерти. Любимые вы мои. Увидеть бы вас хоть одним глазком. Любой Валентин. Надо же, сколько раз перечитываю, понять не могу, где она сейчас. Что за характер? Ни адрес, ни намека, где искать. Соня, куда ты делал дедову лупу? Сейчас принесу. Я даже киномарки очередь не осмотрел. Вот что за характер. Поди разбери. Красноярск? Нет. Краснодар? Нет. Красно... Ко или не ко? Красноколымск. А разве есть такой город? Хотя местность подходящая. Как мы ее там найдем? Мама, в каждом городе есть паспортный стол. Ладно, пошли. Я-то на поезд опоздаю. Ладно, пошли, я-то на поезд опоздаю. Ладно, пошли, я-то на поезд опоздаю муна. Я-то на поезд опоздаю муну и обучаю тексту? Ставьте лайки и муну. Я-то на поезд опоздаю муна. Субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует...